МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Сегодняшний день в нашей стране не является официальным праздничным днем. Нет в календаре торжественных дат Республики Молдова Дня Защитника Отечества, как, например, в России, которая унаследовала не только долги Советского Союза, но еще и праздники. И тем не менее, для многих из нас, для кого дата 23 февраля имеет значение, это довольно противоречивая дата. Для одних это праздник военных, для других – День Защитников страны, в том числе прошлых, будущих и потенциальных. Для третьих – праздник всех мужчин, вне зависимости от возраста, звания и наличия военного билета. Даже среди виновников торжества мужчин нет единого мнения на этот счет. Но большинство из нас сходятся в одном. Именно такие даты вершат народное единение, воспитывают патриотизм и напоминают нам, мужчинам, о своей роли. У нас в студии профессиональный военный, генерал-патриот своей страны и настоящий мужчина – председатель Союза офицеров Республики Молдова. Виктор Гайчук. Здравствуйте! Добрый вечер! Виктор Владимирович, раз мы уже заговорили и начали, появился такой посыл заговорить сегодня о дате 23 февраля, вот ваши отношения к этому дню. Чем является этот день для вас лично, для вас, может быть, вашей семьи, ваших друзей? Ну, надо, во-первых, сказать, что 20 лет своей жизни я прослужил в Советской армии. 74-й год, практически 93-й год. И хочу сказать, что эти года, эти, значит, наверное, потому что был молодым, но я воспоминаю только добрыми мыслями. И я хочу сказать, что меня в Советской армии учили быть честным, быть порядочным, любить свою Родину, быть готовым отдать свою жизнь за Родину, выполнять честно, устав и так далее. Поэтому там и друзей я приобрел огромное количество. Я иногда слышу, конечно, и отрицательные отзывы Советской армии. Но я не знаю, может быть, может мне повезло, я в таких коллективах нормальных, в авиационных частях служил. Но это не вычеркнуть из моей жизни. И несмотря на то, что он не является праздником в нашей стране, и может это и есть нормально, потому что у нашей страны есть национальная армия, которая празднует день создания национальной армии, 3 сентября. И я тоже горжусь этим, что я служил в национальной армии. Но я думаю, что Союз офицеров Республики Молдова принял мудрое решение в 2001 году еще. И именно 23 февраля мы празднуем День ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов. То есть всех тех, которые служили в Советской армии, у которых остались те же добрые чувства, те же воспоминания. Да я вам больше скажу. Я скажу, что когда я в школе учился, у нас девочки поздравляли 23 февраля. Казалось бы, мне 10 лет, я в силе Пепены. Но тем не менее, смотрите, видели вас, будущего защитника. У нас, да не во мне, наверное, у всех мальчиков. Действительно, вы правильно сказали в самом начале, что когда-то это ассоциировалось, это не было политизировано, а это была именно ассоциация, что с праздником мужчин, всех мужчин. И все женское население, конечно, они ждали, что 8 марта наступает ихний день. Но, наверное, это в природе, что все равно должно быть и у мужчин этот праздник. И вот это было, и я с одним хорошим другом сегодня разговаривал, он говорил, я помню, когда открытки писали, когда мальчики выходили из класса, девочки ставили подарки на партах, мы заходили. То есть это было больше, я скажу, для мужчин. И подразумевалось, что ты должен быть мужчина, ты должен защищать слабых, защищать женщин, ты должен быть патриотом. Вот что воспитывалось. Поэтому не вижу ничего предрассудительного, если часть населения, которое живет сейчас в республике Молдова, вспоминая все эти былые года, былое время, празднует этот день. Я ничего не вижу предрассудительного. Ну, судя по тому ажиотажу, который сегодня был на рынке, где продаются цветы, видимо, если не половина, в общем, большая часть молдавской столицы сегодня принимала поздравления от другой прекрасной половины нашего города с этим днем. Неформальный праздник, он сохранился, благодаря, конечно же, нам, мужчинам, потому что мы с благодарностью вспоминаем, я говорю о нашем с вами поколении, с благодарностью вспоминаем те годы, они в нас формировали, ну, вот такой элемент, да, элемент любви к стране, в которой мы тогда жили, к людям этой страны, к родителям. Опять же, вот когда это проходило в школьных стенах, и это был тоже, наверное, какой-то объединяющий элемент. Да, когда, с одной стороны, да, нас разделили мальчики-девочки, сейчас девочки поздравят мальчиков, но ты все равно как-то, ну, чувствовал себя частью большой такой семьи, которая живет одними, будем говорить, не только буднями, но и вот праздниками. Я хочу сказать, что мы приобщались к героям. Вот я четыре года учился в летном училище, у нас везде были плакаты, что летчик-истребитель – это профессия героическая, летчик – это герой, летчик-истребитель. На четвертый год я уже даже в это поверил, и думаю, если я летчик, значит, я не должен спасать, я не должен быть трусом, я не должен быть предателем. И это вот, как говорится, вбили, и, может быть, и нету этих качеств врожденных, но они вырабатываются. Это первое. Второе – форма военная, она тоже обязывает человека. Человек знает, он читает устав, его учат в армии, дисциплинируют. И он знает, раз он в военной форме, он, значит, должен противостоять бандитам, он должен помочь слабым, он должен быть первым, броситься в огонь, спасать детей. Вот что означает военная форма. Ну вот, если же такое существует устойчивое выражение – честь мундира. Да, вот это, наверное, ну так должно быть, и это независимо от строя социального и так далее. Просто есть люди, которые берут на себя обязанность защищить родину, защитить семью свою. Вот, поэтому им особая честь. Но я еще раз хочу подчеркнуть для телезрителей вам, что у нас в Молдове действительно противоречиво, потому что я бы, допустим, мечтаю, что когда-то День национальной армии 3 сентября был так же любим и так же был празднован массовым народным, как и 23-й. И я думаю, что к этим постепенно, постепенно мы к этому придем. Ну вот сегодня принимали поздравления? Да, конечно. Много? Конечно. Ну, достаточно, достаточно, чтобы, ну, чтобы, сказать, целый день меня отвлекали. Ну, это приятный отвлекательный. Что говорили? Приятно, что даже мне звонили, ну, с России звонили, с Украины. Вот, ну, я же сказал, 4 года учился в Украине, много там остались друзья, ну, и в других странах. Ну, поздравляли, желали, что здоровья, прежде всего, что желают в это время. Ну, не забывать это боевое братство. Только хорошее желание. А вот, если уже говорить о боевом братстве, поддерживать отношения с теми, с кем учились или с кем служили? Ну, наверное, как и все население, больше через одноклассников. Но, конечно, поддерживаю. Удалось в прошлом году, я был на Международный авиационный космический салон, там я встречался с друзьями своими. Ну, конечно, смотрели самолеты, это особая любовь. Редко, но встречаюсь. Ну, вот если вдруг предоставился такой шанс, ну, не знаю, побыть еще один день в, так сказать, в мундире того офицера и выполнить, ну, какое-то задание бомблюдное. Ну, я уже говорил, я уже говорил, конечно. Я даже и сейчас считаю, что физическая составляющая мне позволяет еще садиться в кабину самолета. И даже мечтаю еще это сделать и совершать. И самое лучшее состояние, самое лучшее, где я чувствую себя, это после вашей студии, это в кабине самолета. Вот так, да? Спасибо за комплимент. Ну, я думаю, вам комфортно. Вы человек достаточно открытый, с одной стороны. Вам комфортно, наверное, и в кресле руководителя союза офицеров и руководителя предприятия, которым вы сегодня занимаетесь. Но вопрос вот такого рода. Вам, ну, сегодня, то есть, приходилось служить, даже возглавлять национальную армию Республики Молдова. Вот если провести какую-то параллель с тем, что было в вашем опыте, за вашими плечами и с тем, что вы, ну, будем говорить, создавали, то есть формировали национальную армию, участвовали в руководстве. Удалось ли сегодня, ну, вот, внести в такой элемент патриотизма, элемент воспитательного характера в качестве такой составляющей, будней, ну, простых солдат, офицеров национальной армии? Ну, трудно мне говорить сейчас, знаете, хвалить себя или сказать, но, вот, и раньше, когда я был еще заместителем министра обороны, кстати, отвечающий в том числе за воинскую дисциплину, за моральный дух войск, я бы так сказал, и в должности министра обороны, я всегда считаю, что когда армия не такая многочисленная, ну, скажем, реально, что по сравнению с соседними странами у нас маленькой по составу, по количеству, по вооружению, то она должна духом, и есть много примеров в истории, я не хочу сейчас перечислять, но когда Штефан Великий с малыми силами побеждал огромную турецкую армию, но побеждал малыми силами, и это что? Благодаря духу боевому, благодаря его умению, ну, стратегии, но в том, но одной из важных составляющих победы в бою, это дух, морально боевой дух солдата, его степень любви к родине, если так можно сказать или можно выразиться, поэтому это одна из важных составных часть подготовки солдата к бою, поэтому мы действительно удивляли, уделяли огромное внимание этому, постоянно старались воспитывать на примерах наших предков, ну, начиная со Штефана Великого и кончая даже событиями недавних лет, наши ребята в Афганистане были, Приднестровский конфликт, ведь не виноваты те, которые воюют, виноваты те, которые дают приказ, и нельзя обвинить наших ребят, которые участвовали в Афганистане или в других локальных войнах, но те, которые проявили мужество, знаете, даже враг уважает тех, которых солдат, вот мы смотрели фильмы, читаем книги, когда они с уважением относятся к тому солдату, который проявляет мужество и героизм, все уважают это, поэтому вот на таких добрых примерах к любви Родине надо воспитывать и, ну, я уверен и думаю, хочется верить, что и сейчас национальная армия на это определяет, большое внимание оказывает этому вопросу, именно в воспитании патриотизма. Ну, здорово, ну, мы живем сегодня в новой демократической Молдове формируем, вот, новую, будем говорить, новую историю, новые праздники, новые даты, о том, о вашем отношении к датам вы уже говорили, и тем не менее, ну, вот, если все-таки предположить, что действительно день рождения национальной армии может стать, ну, таким народным праздником, который объединит граждан нашей страны, даже вокруг этого празднования, когда молдавские женщины будут поздравлять молдавских мужчин с тем, что они мужественные, крепкие ребята, способные всегда стать на защиту того, кто в этом нуждается. Но вот достаточно интересных, может быть, дат в календаре молдавских праздников, которые могли бы, ну, напомнить и об истории, достаточно, в общем-то, хорошей, интересной истории Молдовы, стать, ну, опять же, таким элементом единения, который смог бы объединить нас. Ведь смотрите, что сегодня сделали политики, они нас разделили, мы спорим, кто говорит, значит, вот надо строго ориентироваться на Запад, даже вписываем в Конституцию евроинтеграцию. Нас убеждают в том, что, и, наверное, есть большая доля истины в том, что нужно всегда сохранять связи с восточными соседями, потому что это совместная трудовая деятельность, это возможность заработка, это перспективы. И вот этот раздрайв политики, он привел к тому, что сегодня мы, ну, не знаем, допустим, что может стать, ну, не знаю, таким стержнем для нас с вами, граждан Молдовы, которая бы, ну, заставила сегодня бы, или, во всяком случае, подсказала бы простому гражданину не голосовать ногами, не уезжать отсюда из Молдовы, а попытаться внести свой вклад в, не знаю, в строительство страны. Я понимаю, что вам, человеку военному, который привык, ну, выполнять приказы, да, и вы не в ответе за эти приказы, которые, то есть, ответственны тот, кто дает. Но преступный приказ нельзя выполнять. Да, но преступный нельзя. То есть можешь не выполнять, сказать, что это преступный приказ. Вот, но, тем не менее, учитывая и ваш опыт, воинский опыт, и опыт руководителя, вот сегодня мы находимся в непростой ситуации, и, мне кажется, граждане Молдовы нуждаются в том, чтобы, ну, не знаю, ведь всем хорошо, конечно, когда есть подсказки, но, с другой стороны, мне кажется, важно заставить думать каждого из нас, но думать не тогда, когда нас ставят перед выбором, потому что человек ставится перед выбором, это тоже подло по отношению к человеку, а вот когда он делает выбор, ну, не знаю, в пользу того или иного развития. Вот это правильно было. Вопрос очень сложный вы задали, я даже не знаю, что хватит. Настолько широкий, да, что сам в нем заблудился. Да, но я постараюсь высказать свое мнение, как я воспринимаю это. Вы просите от меня рецепт приблизительно, что делать. Ну, кроме военной службы, я скажу, что мне посчастливилось быть пять лет служить послом в Бельгии, пришлось поездить. Одновременно я был и в Люксембурге послом, и в Голландии. И для меня очень привлекательная система Швейцарии, Финляндии, нейтральная страна, нейтральный статус и, скажем, педантичное исполнение закона. Даже и в Бельгии, и в Германии, педантичное всеми гражданами, от того, который подметает, и до президента страны. Все педантично выполняют закон. И вот когда мы к этому придем, ну, наверное, все-таки надо, чтобы начали сверху, это быстрее все, потому что, ну, про поговорку не буду сейчас повторять. Но вот когда все в парламенте, в правительстве не будут говорить, что, а у нас в рукаве еще туз там или еще что-то, а мы, несмотря что там написано в Конституции, мы будем делать так или это, а написано правильно, неправильно, но написано закон. Учился в Академии, мне тоже говорят, будешь большим начальником, ты не говори, ты будешь делать как лучше. Тебе кажется, что так лучше делать. Ты делай, как написано в законе. Вот когда мы к этому все при... Я даже сейчас вот часто на работе, вот в своей современной работе возникают вопросы, ну, а может так лучше, а может так лучше. И вот когда мы не знаем, я всегда говорю, делаем, как написано в законе, как контролирующие органы просят, как постанавливают правительство. Вот делаем так. Все. Все равно будет прибыль, не будет. Делаем так, мы не ошибемся. И не будет у нас проблемы ни с прокуратурой, ни с коррупцией, ни с кем. Делаем, как написано в законе. Когда все проникнутся вот этим чувством, вот с малых лет или... Ну, я думаю, что побудительными мотивами должны все-таки дать это политическое руководство страны. Вот когда вот этот вопрос решится, тогда и люди не будут уходить. Не виноваты те, вот я вам рассказывал, что часть моих родственников, скажем так, живут за границей в разных странах, начиная от Соединенных Штатов и кончая Швецией. Вот когда они поймут, что подождите, а в Молдове-то соблюдается закон. Вот как только поймут, у нас и коррупция потихонечку исчезнет, у нас и благосостояние начнет улучшаться, у нас и экономика пойдет, у нас все пойдет. Ну, как это сделать, я пока вот это не знаю. Ну, ведь не зря говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Да, и... Посыл на нашу руководитель. Во всяком случае, я лично и члены Союза офицеров у нас, мы возлагаем большие надежды на президента страны, на Игоря Дадона. Вот честно скажу, мы возлагаем надежду, что вот он сможет переломить вот эту ситуацию, вот сам будет выполнять законы, сам будет стараться делать все по закону, и подтолкнет всех остальных. Хочется будет. Раз мы заговорили уже о Союзе офицеров, я знаю, вы буквально вот в самое ближайшее время, вы проводите большое мероприятие, посвященное дате Дню ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов. Вот если можно подробнее об этом, и еще подробнее о том, над чем работает сегодня Союз офицеров? Чем наполнены будни ваших коллег, друзей, которых вы объединили сегодня в Союзе? Ну, я начну, наверное, со второй части вопроса, что в принципе Союз офицеров – это общественная организация, где на добровольных началах мы объединились, и наши главные, скажем, две задачи основные – это, во-первых, военно-патриотическое воспитание молодежи, потому что нам не безразлично, кто придет за нами, нам не безразлично, в каком государстве мы будем служить. Мы – те люди, которые отдали свою жизнь, мы все отдали, время свое, здоровье свое, родине своей, да? Мы служили верой и правдой нашей Родине. Поэтому мы хотели бы, чтобы Республика Молдова существовала как независимое государство, суверенное государство, процветающее государство. И для того, чтобы дальше строил это государство, должно же кто-то быть. И вот мы хотим первое – передать наш опыт служения Родине молодому поколению. Воспитывать их на тех чувствах любви к Родине, готовности, самопожертвования, ну, начиная со Штефана Великого. Я уже говорил, сколько он войн вел, сколько победил, и мы все знаем, что ООН был столпом нашего государства. Ну, и во второй очереди, или из-за одним из важных моментов – это социальная защита военнослужащих. Это, знаете, когда группа людей может себя защитить. Один в поле не воин. А вот мы вместе, ну, во-первых, и помочь друг другу. В разных ситуациях наши пенсионеры, военнослужащие. Есть, которые, скажем, ну, более или менее комфортно себя чувствуют. Есть, которые в более тяжелых ситуациях. Есть, которые одни, одиноки остаются. Особенно вот ветераны Великой Отечественной войны. Поэтому, вот, скажем, взаимовыручка. Знаете, как мне рассказывают мои старшие товарищи, говорят, даже иногда полезно просто прийти к человеку, просто поговорить. И это ему дает, вселяет силы и энергии дальше жить, бороться за существование и так далее. Поэтому, вот, скажем, эти две основные задачи – это союзы офицеров, это военно-патриотическое воспитание молодежи, граждан. И второе – это социальная защита. Ну, что касается завтрашнего мероприятия, то, вы сказали, не скоро это я не скрываю, это мы смогли, так звезды расположили, что мы смогли завтра организовать торжественное собрание в честь Дня защитника, в честь Дня ветерана, ветерана, уже запутали, заговорили. Вооруженных сил. Вооруженных сил и правоорганительных органов. И дать скромный, или я скажу, в моем понимании, это будет очень замечательный концерт, который ждут все наши ветераны насладиться этим искусством, как молдавских, так и зарубежных артистов. Не знаю, реклама это или не реклама, сказать, что приедут нам знаменитые, это приедут голубые береты, знаменитый ансамбль, которые ребята воевали в Афганистане, и которые несут песни и дух той. И знаменитый артист Александр Маршал тоже будет участвовать в нашем концерте. Здорово. Если говорить о том, что должна существовать преемственность, преемственность поколения, особенно основанная на лучших достижениях, вы же не зря упоминаете Штефана Челмаря. И ведь не просто памятник стоит у нас на площади, это памятник человеку, чья биография может послужить, скажем так, как минимум ярким примером служению своей родине, как максимум это такой яркий символ того, что нужно рождаться на этой земле с любовью к этой земле, с пониманием того, что Молдова должна оставаться, существовать. Сегодня ведь, смотрите, не то что не зря, столько говорится о том, что давайте реализуем какой-то проект, например, у Нири, да, есть целые политические силы, которые, так сказать, видят свое будущее в том, чтобы вот расшатать ситуацию. И грустно, что, опять же, ведь закон должен работать, а в законе есть, я понимаю, какие-то там поправки ввели, но и существует закон о том, что нельзя отрицать собственное государство. То есть все твои действия могут рассматриваться как фактор, уничтожающий государство страны, это антигосударственная деятельность, враждебная, направленная на уничтожение родины, где ты получила жизнь, воспитание, образование, и тут вдруг решил, что не должно быть на карте этой страны, и это страшно. Я как военный вообще даже не могу комментировать, честно говоря, я долго думал, но я понимаю, что, возможно, разные течения могут быть, разные взгляды. Это на совести политиков, но ведь есть молодые судьбы. Я не понимаю и отношения, и руководство страны вашего, которое молчит, который, ну, я не уверен, безразлично им или нет. Я только слышал один президент страны, который обратился к органам государственной власти, к правоохранительным органам, дать оценку этих действий, которые сейчас происходят. Не могу объяснить, для меня это загадка, почему вот молчат все. Но если исходить из толерантности, конечно, мы должны быть толерантными, мы должны право человека высказаться, но есть рамки, вы абсолютно правильно сказали, что должны быть рамки, которые определили, потому что не должно быть вседозволенности, не должно быть разрушения государства, в которых живут. И эти движения, которые вы назвали, они могут привести и к столкновению, потому что в то же самое время, в которое есть люди, которые говорят, что про унионизм, в другое время есть люди, которые говорят, нет, мы не хотим, и как тогда будет решиться этот вопрос? Вот в чем проблема. В этом смысле именно политики должны нести ответственность, а не хотелось бы, чтобы военные потом разгребали то, что политики натворят. И в данном случае военные, это, будем говорить, мышцы нации, то есть это то, что должно быть как у каждого организма. Это с одной стороны, да, мы страна, которая, и вы не зря об этом заговорили, что нейтралитет, наверное, одна из лучших форм существования нашей страны. А признание этого нейтралитета в таком международном масштабе дает возможность, ну, знаете, не просто удерживать этот статус, но и понимать, что он один из государствообразующих статусов, дает возможность находиться в определенном геополитическом и географическом пространстве, быть независимым самостоятельным государством. Вот, но и все же, вот насколько нейтралитет, ну, если нейтралитет говорит, тогда зачем нам вооруженные силы? Если вдруг, вот, допустим, нейтралитет, ну, получит, будем говорить, настолько широкое международное признание, ну, как в Швейцарии, например. Все знают, Швейцария нейтральная страна. Да, но мало кто говорит, что Швейцария, наверное, одна из самых вооруженных, оснащенных армий в мире. И мало кто говорит о том, что каждый мужчина-практик швейцарец имеет дома автомат, имеет военную форму. И они, скажем, в 24 часа могут поставить под ружье полнаселения всей Швейцарии. То есть об этом мало кто говорит. Институт резервистов такой, да? Институт резервистов. То есть своя система подготовки. Институт резервистов очень сильно развит. Институт резервистов, сборы, постоянная подготовка. Одна из армий, дееспособных в Европе. Но я хотел еще раз подчеркнуть, что нейтральность не означает, что не надо иметь армию свою. Нейтралитет – это означает, что ты не участвуешь ни в каком военном блоке, ни с кем, не берешь ни ту, ни другую сторону. Я не буду скрывать, что, в принципе, мир сейчас разделен на Запад и Восток. А при общении к какой-то одной стороне ты являешься целью для другой страны. Это автоматом. Тем более, что мы находимся на границе между этими блоками. И вот в моем понимании, именно будучи нейтральной страной, мы можем избежать становиться целью. Мы становимся неинтересными для ракет ни Востопа, ни Запада, потому что здесь не размещены военные базы, здесь нету солдат чужой армии. Мы становимся неинтересными. Уже плюс. Мы становимся интересными для инвестиций. Второй плюс. Потому что есть безопасность. Я когда говорю, мы экономически можем развиваться. То есть, объявив нейтральной страной. Ну, конечно, еще лучше в моем понимании, чтобы этот нейтралитет был подтвержден международными организациями, как есть организации объединенных наций. И я уверен, если парламент, правительство и президент придут к согласию и примут, допустим, решение, и обратятся все, все руководство обратится в организацию объединенных наций, в Совет Безопасности, то я уверен, что Совет Безопасности подпишет резолюцию и подпишется и Россия, и Соединенные Штаты, и Евросоюз. Вот основные игроки мировые. Что да, Молдова является нейтральным государством. Более того, я уверен, что Российская Федерация при этом возьмет обязательство в течение какого-то периода времени вывести войска с Приднестровья. Эта нейтральность, это позволит нам объединить страну, потому что тогда и у Приднестровцев исчезнет боязнь о том, что мы объединимся с Румынией, или здесь опять разместятся военные базы, американцы и так далее, исчезнет это. Ну, конечно, это моя голубая мечта, как летчики говорят, но я вижу только положительные элементы. При согласии политиков, очень мало надо, чтобы политики соблюдали закон, плохой, хороший, но они всегда соблюдали его, раз. Второе, чтобы были толерантными. Вот почему-то, допустим, если я иногда прихожу и праздную 23 февраля, то обязательно найдется, который будет кричать, что вот это советские оккупанты, это Россия и так далее. Но я 20 лет прослужил, я же теперь должен забыть про эти годы. Тем более, что в моем понимании в эти годы я не совершал ничего предрассудительного или плохого. Это я точно знаю и могу на этом поклясться. Поэтому толерантными мы должны быть друг к другу, с верой, с национальности, с культурой. И тогда у нас появится возможность жить лучше экономически, культурно, политически. То есть я не вижу, есть все предпосылки, чтобы мы жили как в Швейцарии. Или как для меня приятно, вот в Швейцарии, потому что я там был, конечно, это картинка. Я всегда приношу в пример те страны, которые нейтральные и которые приблизительно по величине и по населению. То есть у нас есть все предпосылки жить очень хорошо. Ну, не везет, наверное, с политиками. Да, это к сожалению. Потому что, смотрите, все вот эти четверть века, она немножко, так сказать, шарахает. То мы строили независимую экономику, остались без экономики. Начали строить независимую политику, определили какой-то строгий один вектор строго на Запад. При этом нас, журналистов, коснулось это тем, что, смотрите, ограничен доступ к информации, то есть ограничены вещания определенных программ, ну, как в законе говорится. Для меня тоже загадка. Хотя я понимаю, почему, но это загадка. Это не укладывается в нормальных пониманиях вещей. Тем более в 21 веке, когда, мне кажется, информация, знаете, вот сегодня можно получить даже из любого утюга. Потому что все так, гаджеты проникли в нашу жизнь, можно получить любую информацию посредством обычного мобильного телефона. Я знаю, что все, что запрещено, все сладко. И все наоборот, это действует, наоборот, кажется, что, ага, вот правду говорят. Почему закрыли? Потому что правду говорят. Вот если бы не закрыли, а пусть болтают, да? А так вот, вот и такой вариант. Но, я думаю, что сегодня неинтересная тема. Да, я понимаю. Вот еще такой момент. Хотелось бы, мы много говорим о том, что воинская профессия, это профессия патриота. Это профессия человека, который, ну, выбрал себе... Ну, а так должно быть. Это должно подразумевать, что раз ты решил быть военным, значит, ты должен быть готов в любой момент нужный для Родины отдать свою жизнь. Я так это понимаю. Да, вот сегодня мы располагаем такую армию, как на ваш взгляд, которая, ну, не знаю, вот готова. С одной стороны, да, я понимаю, будет... Что бы ни было бы, я сразу скажу, что я, как служивший в этой армии более 10 лет, как закончив службу и в должности министра обороны, я скажу так, что все офицеры национальной армии, это порядочные, это высокоподготовленные, это патриоты своей страны. Все офицеры, солдаты, которые сейчас находятся в национальной армии, они любят свою страну, они готовы выполнить свой долг и выполнить присягу, которую они подписают. Здорово. Это вот действительно, так сказать, ответ на эра военного человека, да. Сегодня уже вернемся немножко к гражданской тогда жизни, вы уже, так сказать, в новой роли, вы возглавляете Союз офицеров, вы руководите предприятие, предприятие, вы сталкиваетесь с тем, что сегодня происходит в нашей стране, ну, разобщаясь с простыми гражданами, в ежедневном своем бытовом общении. Вот на сегодняшний день, помимо того, что есть определенное разделение, на сегодняшний день есть ощущение того, что мы экономически, ну, вместо развития получаем какое-то отставание от всего мира, ощущение от того, что нас становится меньше, ведь есть статистика о том, что порядка более 100-140 человек в день навсегда покидают свою родину. Вот процесс, как вам кажется, неотвратим или все-таки есть возможность остановить все эти процессы и вернуть, ну, не знаю, такую, знаете, то есть пройти вот эту, то есть не дойти до точки невозврата, а попытаться развернуть страну на тот путь, когда мы в различных международных рейтингах не перестанем занимать последние места по свободе прессы, первые места по захвату коррупции государственной власти. О нас будут говорить как об успешном государственном проекте, о нас будут говорить как о стране, которая сумела, ну, сама себя построить. Ведь сегодня я вот слушал заседание парламента и одно из высказаний, будем говорить, одного из знаковых депутатов, где он говорил о том, что мы развиваемся, мы интенсивно, внедрив реформы, получили хороший посыл к развитию и действительно у нас есть экономические успехи. Возникает вопрос, зачем нам кредиты, которые надо будет отдавать нашим детям? Вот как сделать так? Ну, я понимаю, что взгляд военного, он сквозь, будем говорить, опыт дисциплины, опыт беспрекословного, так сказать, следования закону и все-таки, вот зная уже, так сказать, нашу гражданскую жизнь беспрекрасно. Вот ваш опыт что подсказывает? Ну, то, что грустная жизнь, я думаю, я не открою Америку, да, стоит отъехать от Кишинева 30 километров. Там депрессия такая, что… И становится грустно, я каждый месяц езжу домой и вижу это. Ну, вы опять просите от меня, наверное, невозможного, вы просите рецепта, как сделать так, чтобы мы жили хорошо. Но с точки зрения политической я рассказал про нейтральность, которая в моем понимании, в стратегическом понимании могла бы помочь. Но второе, мне иногда кажется, что у нас такие проблемы, потому что мы пронизаны коррупцией. Вот поверьте мне. И у меня есть, скажем так, дипломатично скажу, очень большие вопросы к судебной системе. Думаю, что, ну, когда опять же мы возвращаемся к политикам, да, вот когда политики объединятся, ну, надеюсь, я вот очень… Почему-то мне так кажется, что вот после выборов 18-го года, вот, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но интуитивно я думаю, что все-таки объединятся и левые, и правые, и как, и белые, и красные, да, и левые, и правые. И после этих выборов, в конце концов, возьмут цель не захват власти и после этого использовать власть в своих личных целях, а возьмут, ну, кто бы не победил, но возьмут цель сделать жизнь или улучшить благосостояние. Экономика, в первую очередь экономика. Я не экономист, конечно, и не могу подсказать здесь, какие рычаги надо сделать. Я больше историк, скажем, или военный, как вы говорили, дипломат, но вот для меня, я говорю, в 45-м году вся Европа была на колени, да. Вот придумали же этот план Маршал, да, и за 5-7 лет они с 40-го года достигли обратно, обратно экономику подняли. То есть я вижу таким образом, должны все в парламенте, все партии или все группировки, или как их назвать, давайте разработаем один план на 4 года, который был виден, что вот через 4 года у нас внутренний валовый продукт будет не 0,0,3, а вот мы достигнем 3%. Ну, такие планы мы слышим в предвыборных речах, знаете, когда идет подготовительный предвыборный период, мы всегда слышим какой-то проект, допустим, у каждой партии. Пока загадка для меня, почему к этому не приходит, или это человеческий, или просто нам не везет, как я уже сказал, или, но я уверен, я оптимист, я уверен, после выбора 2018 года объединятся, создадут план и в 2022 году, или давайте лучше в 2023 году, у нас намного лучше будет, показатели намного лучше, благосостояние будет намного лучше, и мы не будем, и не будут у нас люди уезжать, будут возвращаться. С удовольствием в этом году повторим сегодняшний эфир в таком случае, когда покажем, что, смотрите, как было сказано, в так далеко прошедшем, с удовольствием встретимся, и обязательно поговорим. Я очень надеюсь, что это будет так, что, действительно, состояние страны, обратить на себя внимание наших политиков, и понимание того, что можно остаться политиком, но не иметь при этом страну. Иногда даже я думаю, вот, ну сколько им нужно денег, да, вот сколько надо заработать, вот, чтобы ты, вот, и, ну, ведь же, ведь же одному человеку, ну, хорошо, рубашка, костюм, машина, дом. Ну, военный мундир. Да, у меня вообще, у меня вообще просто все, да. Ну, я беру иногда даже, даже про гражданских, честно говоря, думаю, ну сколько, ну хорошо, ну миллион ты заработал, ну два, ну десять, ну вот, вот, постоянно это, ну, может быть, может, я что-то не понимаю. Ну, здесь можно бесконечно развивать эту теорию. У арабов говорится так, что человеку нужны денег ровно столько, чтобы перестать о них думать. Вот, когда перестает о них человек думать, тогда, наверное, он понимает, что этого достаточно. А вот, когда мы видим, что человек думает все время о деньгах, то, наверное, он в чем-то другом уже мыслил. Как же с мерой? Есть и Масура, Антуа, мера должна быть во всем. Я уверен, после 18-го будет. Разделяю вашу уверенность, я тоже, ну, как говорят летчики, имею голубую мечту о том, что в нашей стране будет настолько комфортно жить. И для меня лично это вызывало бы предмет гордости. Потому что вот вы говорили о своем дипломатическом прошлом, и мы с вами, кстати, встречались в Брюсселе. Я по роду своей профессии бывал в разных странах. И, ну, не только просто в каких-то коротких командировках, но и более длительных. И я обратил внимание вот на такую вещь. Находишься ты в другой стране, будучи в статусе гостя. Или даже, ну, понятно, что в каком-то рабочего гостя, например. Но ты получаешь в стране, ну, в общем, даже в Восточной Европе, получаешь какой-то элемент, ну, не знаю, такого комфортного, уважительного существования. Когда даже вот при взаимоотношении с правоохранительными органами, при проверках документов, при общении там с полицией, у меня был такой опыт, был элемент уважения, вне зависимости от того, какой у тебя паспорт. Синий, зеленый, красный там с орлами или без орлов и так далее. Возвращаясь на родину, уже, наверное, выезжая из-за литого светом нашего Кишиневского международного аэропорта, ты попадаешь в какую-то несколькую иную реальность. И уже с этого момента начинаешь ощущать в себе неуважение. Потому что неосвященная дорога в город – это неуважение гражданину. Асфальтированная дорога, когда там яма на яме – это неуважение к своим гражданам. Когда уменьшается количество детских садов – это неуважение к нашему будущему. Потому что кто будет рожать в стране, где нет детских садов, где мало школ. Закрытые рабочие места, невозможно среализовать себя профессионально – тоже неуважение. Вот я столкнулся с этой мыслью, и как бы вот, думая об этом, я, ну, не знаю, наверное, должен быть такой проект – вернуть уважение гражданину Республики Молдова. Когда ты понимаешь, что здесь жить, живя здесь, пусть это не самая экономически развитая страна сегодня, пусть это не самая, может быть, политически заметная в мире страна. Но когда гражданин этой страны чувствует, что его уважают, лично его, простого гражданина, который только закончил школу, или просто только родился, но его уважают, наверное, это будет тот момент, когда ты начинаешь гордиться этой страной, понимать, что тебе в ней хочется остаться навсегда. И чтобы появлялись дети, внуки, и ты им рассказал о том, как это все создавалось. Ведь вы вспомнили план маршала, да, там много можно осудить о том, что внешний фактор помогли эти страны, которые поднимались, они не содержали свою армию в тот период. Им не надо было тратить свои огромные бюджеты, как Советскому Союзу на армию, им помогали. Но мы за 25 лет этих планов маршала могли создать столько и участвовать в этих развитиях. А сколько денег, надо посчитать, сколько денег, и Соединенные Штаты, и Россия, и Евросоюз, сколько денег прошло через Молдову и, скажем, в песок ушло? Через карманы. Да, это несколько планов можно было реализовать. Мы могли быть сами спонсорами таких государств, как Республика Молдова. Вот момент этого уважения, он, мне кажется, крайне важен сегодня. Это отсутствие чувствуют все. Может быть, слух не говорится, может, мы это не понимаем, что мы потеряли уважение к себе. Просто это происходило так долго и медленно размывалось в нас, что сегодня человек, просто думая о том, как выжить, он же не думает, как уважает меня, не уважает. Мне бы в мусорке еду не находить. Вот это главное. Ну, найти рецепт или что-то подсказать мне очень сложно сейчас. Вообще, вы ставите какие-то вопросы сегодня. Не праздничного характера. На то, что праздничного трудно ответить, потому что их очень трудно найти. Но я думаю, что универсальный ответ – это выполнять закон. И я уверен, если бы много наших граждан, я знаю, которые в Италии, Франции, Португалии, Испании, если бы они были уверены, что он приедет в Молдове, у них уже есть, они зажиточные, да, некоторые есть деньги, да, и они хотят приехать и вложить в какое-то дело, в пекарню открыть, еще что-нибудь, да, если бы они были уверены, что здесь не будет элемент коррупции, и что здесь скажут, а там так в законе написано, а мы будем делать так. Они бы вернулись, если бы были уверены, что здесь вот наступила эра законопослушных граждан. Вот когда мы все от мала до велика, вот в законе так написано, так надо делать, раз. Когда судебная система будет руководствоваться законом, а не интересами или взяткой, потому что это тоже, к сожалению, существует, вот тогда и наступит то, которое будем уважать друг друга. Даже если человек не уважает, скажем, нет уважения, но он знает, что он обязан по закону отвечать, быть приветливым, встречать, помогать и так далее, он это будет делать, все будут делать. И тогда есть же страны, где доброжелательно относятся ко всем, и где всех осуждают те, которые, раз уже пришли за, вы рассказали про Европу, я вспомнил, у меня сотрудник с посольством говорит, Виктор Ильич, я был бы в Германии, там же близко у нас Бельгия, Германия, и я, говорит, окурок бросил с окна автомобиля никуда на дорогу, просто на автобаме, и, говорит, рядом посмотрели на меня немцы, остановились, так посмотрели, что мне до сих пор стыдно, а не так осуждающий. Потому что неуважительный жест был. Другой выбросил мусор. Так к нам пришло письмо, пришло с Министерства иностранных, где Бельгия, что ваш сотрудник, вот фотография, вот сделал то-то, то-то, то-то. То есть, вот все, от мала до велика, во главе угла закон, все выполняем, нету коррупции, есть правильная судебная система, и дела пойдут сами по себе. Видите, вы отказываетесь давать рецепты, а тем не менее, он у вас есть. Да, он у вас есть. Виктор Владимирович, спасибо вам большое за эту беседу. Может быть, конечно, не все ожидания наших зрителей от беседы с военным человеком оправдали, Да, вы отверли в сторону общественно-политической. Ну, сегодня такая жизнь, знаете, как говорится, как в одной поговорке, о чем бы ни говорили, всегда говорят о деньгах. Ну, в нашей ситуации, о чем бы ни говорили, всегда говорят о политике. Потому что деньги оказались сегодня в политике, а не в экономике. И вот это вот грустно. Деньги должны работать, а не служить. Наверное, так. И вот в связи с сегодняшним днем, я хотел бы под занавес нашей программы, ну, дать вам такую возможность обратиться с каким-то поздравлением. А я хотел попросить. Да, поздравление к тем, с кем вы вместе служили. И в национальной армии, и в годы существования Советского Союза. С теми, с кем сегодня служите нашему Отечеству в рядах Союза Офицеров. И абсолютно вы правильно подметили, что и сегодня я считаю, что я, если отдел военную форму, вот я специально для вас отдел военную форму сейчас, я сразу скажу для нашей передачи, что я и сейчас служу Республике Молдова. Что если я отдел военную форму, значит, вступает в силу устав военный, вступает в силу присягу, которую я подписал в Кишиневе. Поэтому я еще раз говорю, что я с удовольствием поздравляю всех своих друзей, которые есть возможность, я так понял с ваших слов, что вашу передачу смотрят и за рубежом, и в Канаде тоже. Да, возможность, да. Ну, интернет – великое дело. Да, и я хочу поздравить их с этим праздником, пожелать им здоровья. Все мы служили, все мы выполняли свой воинский долг, честно, добросовестно. И тех, которые в Кишиневе тоже хочу поздравить, во всей Молдове. И я скажу так, что сегодня Союз Офицеров, у нас есть организация во всех районах, все поздравляли друг друга. Пожелать им крепкого здоровья, терпения, веру в того, что в Молдове будет жизнь лучше. Спасибо. Разделяю ваше, так сказать, обращение нашим зрителям, потому что с этим посылом каждый день выходим в эфир, чтобы верить собственным странам. Спасибо за этот разговор. И если, ну, так сказать, прошу… Через пять лет мы договорились. Да, договорились встретиться. Прошу не забывать об этом. И мы с удовольствием будем взывать и на протяжении этих пяти лет, то есть я не откладываю нашу свою следующую встречу на пять лет, да. Ждите приглашения, даты будут. Спасибо. Опять же, будем рады вас видеть и в День национальной армии, потому что этот праздник, мне кажется, тоже очень важен, особенно для мужчин Молдовы, которые одевали военную форму, которые прошли через, так сказать, жернова национальной армии, ковали там свой характер. И мы бы очень были бы рады, чтобы они о национальной армии вспоминали так же тепло, как вы о той своей школе мужества. Я уверен, что они тоже любят нашу национальную армию. И я люблю национальную армию. И буду поддерживать и дальше, сколько буду жить. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был генерал, председатель Союза офицеров Республики Молдова Виктор Гайчук. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин